Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Hot Hatch Toyota GR Yaris получил лимитированную спецверсию TGR Italy. Она выпущена в честь 51 года со дня первой победы Toyota в чемпионате мира по ралли. Собственно, либрея с красными полосками, отсылка к Ролины Carolla Coupe 1973 года. Окованные диски золотого цвета для красоты. Тираж спецверсии 51 экземпляр. А продавать такие машины будут только в Италии. Цена 6,5 миллионов рублей. Рено представила Рестамот на базе купе Рено 17 из 70-х годов. Машину сделали совместно с дизайнером Ора Ито. Он помог переосмыслить дизайн и дал машине шикарные моноблочные колеса. Все внешние панели кузова новые из углепластика. Вместо заводского мотора электродвигатель на 270 сил, причем на задней оси. Салон, конечно, тоже полностью новый. Хотя основу его дизайна сохранили. Жаль, что это разовый проект и Рено не планирует выпускать такие машины хотя бы малым диражом. Компания Arctic Trucks представила свою версию внедорожника Tank 500. Тюнеры пошли по привычному пути. Внешние расширения, новые колеса с шинами на 35 дюймов, усиленная подвеска и дополнительная защита кузова. Клиренс 28 сантиметров. Цена почти 8 миллионов рублей. Наш дизайнер Никита Чуяко, как всегда, подготовил свежие рендеры. Для начала он исправил недостаток внешности внедорожника Tank 700, который скоро привезут в Россию. У него, как и у многих китайских машин, слишком маленькие и узкие штатные колеса. Напишите в комментариях, стал ли автомобиль выглядеть лучше с колесами пропорционального размера. Ну а затем Никита представил, как будет выглядеть новый седан от Volvo, электрический и S90. Наверняка основную стилистику он разделит с кроссовером и X90. Например, фары, а также плоские дверные ручки. Из любопытного лидар над лобовым стеклом.